Деяние святых апостолов Седьмого стиха я выборочно буду читать. Братья и сестры, это место показывает очень ясно проблему, о которой я сегодня хотел бы говорить. На тот момент еврейское общество, мы видим из Писания, очень сильно пропитала греческая философия. Хотя они претендовали на то, что сохранять свою культуру, сохранять свои традиции, свое мышление, но греческая философия, она внедрялась в их умы, и это ясно видно. Один из приемов греческих философов, когда ты не можешь объяснить какое-то явление, высмеивай его. Когда ты не можешь объяснить какое-то явление, высмеивай его. Перед ними было чудное действие Бога, явление Духа Святого, сошествие Духа Святого, и они не могли объяснить, что это такое. Они напились сладкого вина. Вот и все объяснение. Друзья, когда мы читаем Евангелие, мы видим, насколько сильно цинизм пропитал элиту еврейского общества. Книжники, фарисеи, ужасные цинники были. Особенно это выразилось в отношении ко Христу. Бог явился им во плоти, перед ними стоял Христос, он с ними беседовал, он с ними говорил, он много истинным открывал. И в тот момент, когда у них не оставалось аргументов, когда они непосредственно стояли перед выбором признать, да, это Бог, и мы ничего против этого сказать не можем, в адрес Христа летели такие фразы, в тебе бес, ты самарянин. Он исцеляет больных силу Вильзиула, князя Бесовского. Ужасное циничное отношение. И самый верх вот этого цинизма, он выразился в распятии Иисуса Христа, когда Христос, Бог, был распят между двух разбойников. И эти люди стояли возле креста и говорили, если ты Сын Божий, сойди со креста и уверуем в тебя. Как так могло получиться? Как так могло быть? Друзья, полностью вот такое испорченное, деградированное мышление, неспособное воспринимать действия Бога. Друзья, сегодня мир, в котором мы живем, он пропитан цинизмом, и я думаю, вы это замечаете. Почитайте, я думаю, вы замечали, когда читаешь комментарии к новостям, да, какое-то событие страшное, которое всех потрясло. И обязательно найдется человек, который пишет какую-то гадость. Такое, что все возмущается внутри и думаешь, как вообще такое можно писать, читать, как вообще так можно воспринимать действительность. Друзья, скептицизм или цинизм – это продукт дьявола. Мы сегодня слышали, он первый призвал людей сомневаться в Боге, усомниться в Боге. И с тех пор это стало болезнью человечества. Друзья, если быть честными, мы все в той или иной мере друг к другу подозреваем, друг к другу не верим. Мы все в какой-то мере не доверяем, критично воспринимаем то, что происходит возле нас, вокруг нас. И, к сожалению, это болезнь, которая может поражать наше сердце. Это когда в добром, что делают люди, ты обязательно видишь какой-то скрытый смысл, обязательно видишь что-то негативное, что-то злое. Это определенный настрой сердца, делающий нас глухими к Богу. Братья и сестры, в нас, в молодых людях, живет определенная предрасположенность критики или скептицизма какому-то. Вы много замечаете вокруг себя вещей, которые, по-вашему, происходят не так, должно быть по-другому? Я от молодежи часто это слышу, я сам это в себе вижу и часто нахожу. Все не так, все неправильно. И часто молодежь говорит, до нас пели не так. Медленно пели, мы быстро будем петь. Музыку не то слушали. Одевались не так. Писание не так понимали. Богословия не имели. В контексте не то сказано. И в нас определенная эта склонность есть. Друзья, но это может превратиться в беду, когда это превращается в цинизм. Когда это разрастается в сердце до таких масштабах, когда вокруг все плохо. Когда вокруг все неправильно. Когда вокруг все неправы. И это становится моим характером. Сегодня я бы хотел говорить вот об этой болезни, о цинизме. Я, друзья, прочитаю несколько определений. Вы прошу, чтобы внимательно послушали и размышляли. Цинизм. Склонность человека к презрительному, пренебрежительному отношению к общественным, культурным и моральным ценностям. Поведение. Отрицающее состояние жалости, сочувствия, обусловленное собственными эгоистичными целями. Следующее определение. Цинизм. Это сознательное и греховное решение выбрать стратегию насмешливого и подозрительного мышления. Где ты всезнающий, безучастный эксперт жизни. Это стремление наслаждаться собою, своей особой, способностью находить во всем скрытый, грязный смысл. Цинизм. Это саркофаг, которым человек пытается защитить свое сердце от реальной боли и отчаяния. Это маска и защита испуганной, израненной души. Это личное разочарование, стремящееся в других увидеть свое собственное, печальное отражение. Я еще раз прочитаю последнее определение. Это саркофаг, которым человек пытается защитить свое сердце от реальной боли и отчаяния. Это маска и защита испуганной, израненной души. Это личное разочарование, стремящееся в других увидеть свое собственное, печальное отражение. Почему в душе рождается цинизм? Почему очень часто человек начинает этим болеть? Я скажу о причинах. Во-первых, это ложь дьявола. Друзья, дьявол – отец лжи. И он нас обманывает постоянно, обманывает каждый день. И, друзья, мы сами себя часто обманываем, и дьявол в этом принимает участие. Однажды дьявол сказал сегодня, это уже вспоминали, да. Он пообещал первым людям, вы станете как боги, знающие добро и зло. Вы станете знать больше, чем вы сейчас дали. Вы знаете, вы станете определенными экспертами, вы получите определенное знание, которого до этого не имели. Друзья, ложь дьявола, в которую мы начинаем верить, приводит нас к цинизму. Человек растет в своих глазах, видя ошибки других. Друзья, я думаю, вы замечали, что все люди вокруг нас, они ошибаются. Что происходит в вашем сердце, допустим, когда вы видите ошибку, ну, допустим, служителя церкви? Я замечал, уже все доброе, что будет говорить и делать этот человек, мы перестаем воспринимать. Перед нашим взглядом стоит этот поступок, который был бы сделан неправильно. И теперь я через эту призму воспринимаю этого человека, будь то родители, служители или начальник какой-то на работе, человек, который поставлен Божьей властью над нами, поступок неправильный, который он сделал, он стоит передо мной, и он мне мешает воспринимать этого человека. Друзья, все положительное, что он будет говорить и делать, мной уже восприниматься не будет. К сожалению, это так происходит. Друзья, откройте Библию, посмотрите, как Бог смотрит на людей. Вы не найдете ни одного человека, кроме Иисуса Христа, о котором в Писании сказано только все положительное, который был идеален и безгрешен. Друзья, такого человека нету. Писание нам честно показывает людей с их ошибками, с их падениями, герои веры, которые теряли веру вообще. Сильные мужи, которые оставались слабыми и разбитыми, оказывались бессильными, кажется, перед простыми обстоятельствами. Нам Библия показывает людей честно. Вот такой был человек, но он был поставлен Богом, он принадлежал Богу, он его вел Бог. Друзья, прав ли я, прав ли я, поставив служителей или родителей в разряд людей, которые потеряли право меня учить? Прав ли я, воспринимая людей, поставленных Богом надо мною, с критикой и даже с цинизмом? Братья и сестры, их ошибки, их неправильные, может быть, поступки не дают нам права пренебрегать ими. И нам это надо ясно понимать и ясно помнить. Вторая причина, по которой может возникать болезнь цинизма в сердце человека – наивный оптимизм вместо настоящей, живой, искренней веры. Это наши иллюзии, которые мы себе создали, нарисовали. Например, можно привести место священного писания, о котором мы сегодня говорим. Ученики идут в Маус, разговаривают со Христом, и они выражают свое разочарование. А мы надеялись было, что все будет по-другому. Они нарисовали себе картину, вот Христос, Он царь, много-много всего. Мы думали, все будет по-другому, а Его распяли. Друзья, очень часто действия Бога или то, как должны разворачиваться события, мы себе в голове создали план, мы себе в голове нарисовали, как Бог должен действовать, как что вокруг нас должно происходить, какая должна была быть церковь и многое другое. Мы нарисовали, мы создали себе иллюзию. И когда так не получается, в сердце может рождаться цинизм. Смотрите, Бог, вот Он с самого начала свое действие к людям проявлял. И смотрите, всегда действия Бога, они сталкивались с коркой человеческого цинизма. Посмотрите на жизнь пророков, как над ними издевались. И вот пришел Иисус Христос, это был Мессия, это был их Бог. Но они никак не могли поверить и понять, что это Бог. Народ еврейский нарисовал себе все по-другому, они представили все по-другому. Мессия должна быть другим. Не может этот человек быть Мессией. Он явные чудеса показывает, он явно являет, я ваш Мессия. Не может быть. Такого быть не может. И действия Бога, они крест на действия Бога ставят. Бог так действовать не может. Это не может быть, что это Христос, что это наш Мессия. Братья и сестры, вот церковь, в которой вы находитесь, все, что в ней происходит, скажите, это делают люди или это делает Бог? Братство, в котором мы находимся, это делают люди или это делает Бог? Какие-то требования, запреты, какие-то наставления, это делают люди или это делает Бог? Друзья, важная мысль. Бог действует через людей. И мы часто возмущаемся, нам многое не нравится, нам кажется, должно быть не так. Друзья, мы возмущаемся против людей или против Бога? Где эта граница? Как разграничить? Друзья, может получиться так, что наша критика, наш скептицизм, который направлен, кажется, на людей, на их неправильные поступки, на то, что нам не нравится, он летит в адрес Бога. Он летит в адрес Бога. И нам трудно согласиться, что это делает Бог, что так может делать Бог, так же, как трудно было согласиться еврейскому народу, что Бог может вот так вот прийти, и Мессия может так прийти. Действия Бога для нас, они непонятны, необъяснимы. Мы не можем объяснить или разложить вот это люди, а это Бог. Мы должны принимать, принимать простым детским сердцем верою и верить в то, что происходит вокруг меня. Церковь, обстоятельства, в которые я попал, обстоятельства, в которых я родился, в которых оказался, со всеми запретами, со всеми ограничениями, со всем, что происходит вокруг меня, это действия Бога для того, чтобы меня спасти. Это Божий вариант для меня, чтобы меня довести до вечности. Друзья, это очень важно помнить и понимать. Еще причина цинизма, друзья, может быть зло, которое мы встречаем в этом мире. Зло, которое происходит вокруг нас. Мир, он переполнен зла. Я недавно с одним человеком говорил на эту тему о цинизме, и он говорит, знаешь, вокруг меня сильно много для этого предпосылок, сильно много поводов для того, чтобы быть циничным и в церкви, и в мире. Друзья, нам надо помнить одну важную мысль. Зло, которое вокруг нас, которое мы видим, друзья, оно всегда уравновешивается Божьей благодатью. Когда увеличивается зло, преизобилует благодать. Действие Бога, оно есть всегда, оно есть везде. И если смотреть только на зло, которое в этом мире, друзья, можно сойти с ума, нам надо помнить, что есть благодать Божья, которая уравновешивает зло в этом мире. Нам надо помнить, смотря на ошибки людей, что есть благодать Божья, которая покрывает, что есть благодать Божья, которая даже то, что неправильно, она может исправить, она может покрыть. Есть Иисус Христос и Его благодать, которая действует. И если мы смотрим только на зло, братья и сестры, если мы не видим этой благодати, в нашем сердце родится цинизм, мы заболеем этой болезнью. Цинизм может появляться от разочарования, от боли. Вас предали, вас обманули. И как защитная реакция, мы можем занимать позицию цинизма, чтобы защититься от зла. Иногда люди говорят, я уже никому не верю, я уже ничему не верю, меня обманули. И как защитная реакция в человеке появляется цинизм. Друзья, еще одна причина цинизма – это грех в жизни. Когда в жизни человека появляется грех. Когда вы видите человека, когда мы видим человека, который все критикует, которому все кажется плохо, братья и сестры, мы понимаем, что он демонстрирует неустроенность своего сердца. Понимаете, да, это? Человеку кажется все вокруг плохо, все неправы. И мы понимаем, у него внутри все плохо. Ему так выгодно. Ему так выгодно. Чтобы защитить себя, ему выгодно искать в окружающих негатив. Искать в окружающих плохое. Друзья, говоря, когда мы говорим так, или человек говорит, у нас все плохо, у нас все плохо. Друзья, знаете, что человек говорит, у меня внутри все плохо. У меня внутри все плохо. Друзья, когда внутри есть грех, когда мы живем в грехе, сами того не подозревая, мы пытаемся в других искать свое отражение. Мы будем это искать и видеть в других. Вот честно, посмотрите, когда вы кого-то критикуете, когда вы видите плохое у других, посмотрите свое сердце. Вы ищите отражение своего внутреннего мира в другом человеке. И если мы живем во грехе, это нас обязательно приведет к цинизму. Мы обязательно заболеем этой болезнью. Но если мы не исповедуемся, не избавляемся от порока, который, может быть, гнетет сердце, друзья, вы станете цинниками. Друзья, еще одна причина появления цинизма – потеря в жизни доброго пастыря. Потеря его руководства, потеря общения со Христом делает нас циничными. Какие признаки цинизма? Как можно диагностировать, есть ли это во мне, живет ли это во мне, развиваются признаки? Подозрительность. Подозрительность по отношению к людям. Когда я в мыслях осуждаю других людей. Друзья, когда вы слышите, что о каком-то человеке говорят хорошее, вас внутри подмывает сказать о нем что-то плохое? Вам хочется сказать, да нет, он не такой, он на самом деле вот какой. Бывает, да? Друзья, это один из признаков, что вы заражены цинизмом. Или мы заражены цинизмом. Цитата. «Цинизм становится частью характера человека. Его легко узнать по насмешливой улыбке, комментариям, исполненным колкости, отсутствия надежды и веры. Цинник наблюдает, критикует, но ни в чем не участвует». Человек циничный, образно говоря, наблюдая с церковного балкона за церковью с усмешкой. Как люди трудятся, как люди борются, как люди падают, встают, но он ни в чем не участвует. Он эксперт, он сверху смотрит, он наблюдает, он все знает, он все понимает, но он смотрит с ухмылкой, он смотрит с усмешкой. Человек во всем разочарован, но уйти из церкви у него не хватает смелости. Я скажу у таких людей в церкви немало. Человек разочарован, он видит только негатив, но уйти из церкви он не хочет, у него не хватает смелости. Он вроде остается в церкви, но он не в ней. Он в стороне, внутри он вне ее, он вне церкви. Друзья, цинизм разрушает веру, делает все относительным. Ты постоянно живешь с чувством грязи внутри, и так же грязно ты смотришь на других. Цинизм – это кораблекрушение в вере. Человек сидит на задней лавке, только комментируя все, критикуя, но при этом не замечая, что сам он давно потерял веру, что внутри уже давно пусто, что внутри уже давно нет с Богом отношения. Цинизм вызывает безразличие к жизни, делает ее серой и однообразной, делает тебя ко всему равнодушным. Христианин начинает жить земными процессами, и все духовное, все, что связано с Богом, он видит то, что происходит вот только в горизонтальной плоскости. Он не понимает действия Бога, не видит то, что Бог совершает. Ты теряешь красоту неба внутри, внутри с тебя становится пусто, безразлично, темно. Цинизм садит человека в тюрьму, где ты один, в одиночную камеру, где нет близости ни с Богом, нет близости ни с другими людьми. Ты ничего не чувствуешь, ни боли, ни радости. Ты никому не идешь и никого к себе не подпускаешь. Это несчастный человек, создающий мираж или одевающий маску стабильности, счастья, комфорта, но внутри ты несчастен, внутри у тебя все пусто. Братья и сестры, давайте проверим сегодня свое сердце. В чем выражается это явление, есть ли оно в вашем сердце, в чем в вашем сердце может проявляться цинизм по отношению к родителям, по отношению, может быть, к власти, по отношению к церкви, в которой вы находитесь. И если вы находите в себе эти признаки, о котором я говорил, друзья, вы в большой беде, если от этого зла не избавиться, оно будет развиваться, оно будет расти, и когда-то вы перейдете такие границы, которые переходить нельзя. Вы немножко, я думаю, наблюдаете, какой-то уже определенный отрезок жизни прожили. Посмотрите на людей, которые были циничные, людей, которых вы знали, которых в церкви все критиковали, которым все было плохо, которым все не нравилось, у которых все были виноваты. Посмотрите на их жизнь, к чему они пришли, на результат их жизни. Это люди проигравшие, это люди не победители, хотя такими себя позиционировали. В результате это люди проигравшие. Друзья, почему цинизм очень вреден? Он несовместим с детской верой. Вот важнейшее условие, чтобы Бог был с нами, важнейшее условие, чтобы Богу верить, за Богом идти, это детская вера, детское доверие Богу. Но если в нашем сердце появляется цинизм, это никак не может быть совместимо. Друзья, что делать, как освободиться, избавиться от этой болезни? Если мы замечаем, что в себе, что корка цинизма покрыла наше сердце, друзья, нужно сделать верный шаг, один верный шаг, искренне раскаяться, искренне раскаяться перед Богом, честно признаться, в чем это проявляется. Нужно признать свое греховное состояние. Это сделать очень непросто человеку, который привык проблемы видеть только в других. Это очень непросто сделать человеку, цель которого, смысл жизни которого, явить себя миру, признать, что проблема в тебе. Друзья, это очень такое важное решение. Для человека, который циничен, который наполнил скептицизмом, друзья, это подобно смерти. Но это очень важный шаг, признать, не прав я, не люди вокруг меня, не обстоятельства вокруг меня. Я болею, у меня все плохо. Друзья, второе, что помогает избавиться от цинизма, возгревать детскую веру, доверие Богу. Евангелие Матфея, 18 глава, прочитаю с 1 по 4 стих. В то время ученики, приступая к Иисусу, сказали, кто больше в Царстве Небесном? И Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто молится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Друзья, детская вера нам нужна не только в обращении к Богу, не только для того, чтобы поверить и прийти к Богу. Детская вера нам нужна на протяжении всей нашей жизни, чтобы за Христом идти. Христос сказал, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Христос нас призывает, по сути, быть вечными детьми. Друзья, оставаться детьми – это сила христианства. Быть ребенком – это счастье, это жить с чувством радости, это жить с чувством свободы, честности. Это когда не надо играть роль, когда не надо одевать на себя маску. Друзья, мне очень нравятся дети маленького возраста, от трех до пяти лет. Я уже рассказывал, мой сын в три года, он всем доказывал, что папа может луну с неба снять, и он в это свято верил. Друзья, это дети, им не надо играть роль. У них все на лице. Они вот какие есть, такие есть. Но какой-то наступает период, и им хочется играть взрослых. Они начинают говорить правильные слова, они знают, о чем надо молчать, о чем надо говорить. Друзья, быть в душе ребенком, в отношении с Богом, иметь детскую веру – это счастье, это свобода. И нам такое состояние надо сохранять. Братья и сестры, мы растем. Вот написано, христианин должен расти. Христианин должен расти духовно в любви, в доверии Богу, в уповании на Бога. Но, к сожалению, к сожалению, часто люди растут в способности критиковать других, способности видеть во всем скрытый смысл, скрытые мотивы, способность какие-то экспертные оценки делать тому, что происходит. Вместо роста настоящего духовного мы часто не в том растем, не в том направлении. И там, где надо оставаться детьми, мы начинаем взрослеть. Друзья, нам надо практиковать, практиковать простую детскую веру, простое доверие Богу. И когда я встречаю таких христиан, которые, несмотря на то, что они уже 30, 50 лет верят, когда они уже бабушки и дедушки, в отношении с Богом они как дети, простые, открытые. Друзья, они смогли сохранить такое состояние. И это очень важно для нас, если мы хотим, чтобы Христос в нашей жизни пребывал. Друзья, нам надо учиться видеть Христа во всем, во всех обстоятельствах нашей жизни. На самом деле, на самом деле, для христианина, для искреннего, вот существует только я и Христос. Я и Христос. Все, что вокруг меня, люди, обстоятельства, события, это Божьи инструменты, это Божья школа, это то, что Бог посылает в мою жизнь, со мной работая, меня благословляя, или меня наказывая. Все, что происходит вокруг меня, это Божья работа, только я и Христос. Друзья, нам, мы часто видим только в горизонтальной плоскости. Мы часто видим только людей, но перестаем видеть Христа. И нам надо учиться смотреть на жизнь. Так, все, что происходит, это по вертикали. Я и Христос. Все, что Он посылает в мою жизнь, для моей пользы. Люди, которые мне не нравятся, для того, чтобы я поменялся. Обстоятельства, которые для меня тяжелые, для того, чтобы во мне что-то изменить. И нам надо учиться смотреть на жизнь вертикально, смотреть на жизнь с расчетом, что Бог делает в моей жизни, для чего Он посылает эти обстоятельства. Друзья, и это поможет нам, поможет нам сохранить себя от этой болезни, сохранить простую детскую веру, сохранить присутствие Господа Иисуса Христа в нашей жизни. Пусть Господь благословит нас, друзья, в этом. Аминь.